МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эфир своего ТВ продолжает информационная программа День. Меня зовут Вадим Аскаленко. Здравствуйте. В начале выпуска коротко о главных темах. В подвешенном состоянии. Зачем контейнеры ставят на весы? И что будет с тарифом на мусор? 200 любителей выпить за рулем всего за пару дней. Госавтоинспекторы застали нарушителей врасплох. Если вы поститесь, то включите в свой рацион блюда из фасоли, гороха и чечевицы. У православных начался великий пост, что можно есть и делать, а что нельзя. По традиции, с лопата еще разноцветный и даже в виде шашлыка. Это шашлык из блинов. Выглядит довольно интересно. Сейчас узнаем, какой он на вкус. Чем кроме блинов запомнится масленица по-ставропольски? И наших гонболистов не остановить. Кто на этот раз попался под горячую руку? Динамо Виктор. Новый корпус для детского сада в селе Константиновском. Ремонт ДК и стадиона в Светлограде. Губернатор края Владимир Владимиров сегодня в Петровском округе. Он оценил уже реализованные проекты и обсудил те, что пока существуют только на бумаге. И в качестве идей. Когда Петровский округ начнет полностью оправдывать приставку городскую, узнавала Кира Рогожина. На ужин у нас идет пирожок с капустой и чай. И еще с десяток блюд, в том числе котлеты и другие мясные продукты. Причем полезные, вкусные и достаточно быстро. Старший повар Константиновского детского сада Нина радуется на новый пароконвектомат. Духовые шкафы, они немножко по-другому. Они больше жарили. А здесь в пароконвекторе у нас идет паром. И более мягкая пища стала. Более вкусная. Более рассыпчатая. Обновление пищеблока – лишь часть большой реконструкции детского сада. В конце прошлого года здесь возвели пристройку на 80 мест. Это была самая актуальная проблема села. Потому что уже много лет у нас очередность по району. У нас одних оставалась очередность. На данный момент мы удовлетворили всех с полутора до семи лет. У нас детки находятся в детском саду. Радуются, идут с удовольствием. Помимо решения вопроса с очередностью, новый корпус дал дополнительные рабочие места. Так что некоторые мамочки могут и работать, и не разлучаться. Как вот открылся садик, набрали сотрудников, я и работаю. Поэтому ей проще стало. Она прям как-то успокоилась. То садик закрывали, и она была дома месяц. А то выклала, она так успокоилась. И если в Константиновском детский сад – это уже удачно реализованный проект, в Светлограде все в планах. Вот макет реконструкции городской площади. Должна быть стыковая плитка, без фаски. И чтобы я мог на скейтборд встать и проехаться, чтобы мне вот это дребезжать. Плитку обещали пересмотреть. Еще здесь появятся освещения, скамейки, засеют газоны, облицуют трибуну. Причем благоустройство площади выбрали сами светлоградцы, когда голосовали по программе «Комфортная городская среда». А вот местный ДК. Улыбаемся. Наклон, наклон, руки держите. Вот так уже почти год юные танцоры проводят репетиции. Маленькими группами коллектив пришлось раздробить. Оттачивают движение один день в рекреации на втором этаже, два следующих в классе. Выходить на сцену местного ДК опасно для жизни. Прогнившие доски могут поломаться в любой момент. Не очень тяжело. Сейчас готовим композиции на малый состав, потому что на этой сцене работать как бы тяжело, очень тяжело. Ну, вообще, как бы, детям нравится. Все бегут с удовольствием, работают очень замечательно. Помимо зала ремонта требуют крыша и фасад здания. Главе региона показали проект реконструкции Дворца культуры. Как прозвучало, ему еще требуется корректировка. Так же, как и благоустройство местного стадиона. Спорт – залог здоровья и долголетия. Этот лозунг уже много лет украшает трибуну Светлоградского стадиона. И не теряет своей актуальности даже сейчас, когда спортивный объект пришел в упадок. Сюда, как и прежде, приходят местные жители и стараются заниматься. Правда, теперь ценителям здорового образа жизни, помимо любви к спорту, нужны также сила, смелость и выносливость. Именно эти качества помогают лавировать между ямами и выбоинами на этой беговой дорожке. Правда, стоит отметить, что по программе поддержки местных инициатив на территории стадиона появились спортивная площадка и антивандальные тренажеры. Хорошо, наверное, то, что мы можем сегодня принимать решение о тратах на нашу социальную инфраструктуру в серьезные деньги. Сейчас мы находимся на спортивной площадке. Здесь, наверное, более понятно все. Мы не первые такое будем делать. Сейчас делаем в Степновском районе. Практически такое же поле мы сегодня реконструируем за 67 миллионов. Доделаем проект, получим сонную. В будущем году, даже, я думаю, в конце этого года начнем реконструкцию этого стадиона. Благоустроить площадь должны до осени. Начать ремонт в ДК тоже планируют в этом году. А еще в городском округе в ближайшее время собираются построить три новых детских сада. Кира Рогожина, Антон Красов, Ставропольское телевидение, Петровский городской округ. Очень интересно все-таки взглянуть, как в Петровском округе реализуют все задуманное. А мы продолжаем выпуск. Ставропольский мусор решили взвесить. Такую необычную картину можно было увидеть на выходных во дворах Ставрополя. Таким образом, коммунальщики хотят уточнить нормативы. Сколько же все-таки мусора выбрасывает рядовой житель края? Цель снизить тарифы для тех, кто не производит много отходов. Вместе с коммунальщиками за специальными весами следила и наша съемочная группа. Пока горожане спали, коммунальщики уже подсчитывали килограммы отходов. Время для взвешивания городского мусора выпало на праздники. В эти дни контейнеры наполнены больше обычного, говорят общественные активисты. Чаще эти баки, по словам жильцов, наполовину пусты. Отсюда и закономерная просьба людей перемерить, а затем и пересмотреть тариф. Мы вывозим воздух, мы вывозим наполовину пустые баки, тогда за что мы платим столько? Вот это нужно сейчас этими измерениями и выяснить, уточнить. Коммунальщиков вооружили весами по поручению губернатора. Владимир Владимиров потребовал, чтобы на Ставрополье ввели дифференцированный тариф за вывоз мусора. Все-таки разные люди, в зависимости от возраста и социального положения, кладут в контейнеры разные по объему мусорные пакеты. Поэтому и нужно, что называется, отделить мух от котлет. Бабушка, маленький ребенок, но 100% не образует столько мусора, сколько мы всем чехом пытаемся на всех натянуть. Дифференциация тарифа должна быть. Пересматривайте. Главная цель ввести в обозримом будущем оплату за фактический объем мусора. То есть по формуле, сколько конкретный человек выбросил мусора, столько и должен заплатить. Пока же люди платят по усредненным нормативам, утвержденным два года назад. И вот что говорят существующие измерения. Больше всего мусора производят жители частных домов в Ставрополе, в городах КМВ и Невиномысске. То есть в самых крупных населенных пунктах края. Это 2,8 кубических метров в год. В городах и селах поменьше, но с населением больше 10 тысяч человек, в среднем от каждого жителя около двух кубов мусора. И в самых малых населенных пунктах Ставрополя отходы от каждого жителя, по существующим подсчетам, тоже значительно меньше, около полутора кубометров. Дифференциация, как мы видим, есть, но только по признаку размера города или села, а также в зависимости от того, в квартире вы живете или в своем доме. То есть разделение весьма поверхностное. И чтобы уйти от принципа «всех под одну гребенку», начались перемеры мусора по краю. Мы проводим зимние замеры, пока у нас зимний период времени, холодное время года. Далее будет весна, лето, осень. Потому что морфология, состав мусора, он меняется в том числе в зависимости от сезонности. К слову, первое сокращение тарифа за мусор уже не за горами. С 1 апреля цифра в платежках уменьшится на 17%. Об этом заявили в Краевой тарифной комиссии. Благодарим за это изменения в налоговом кодексе. Но к чему приведут манипуляции с весами и перемерами, узнаем не раньше, чем через год. Вадим Аскаленко, Владимир Ходорев, Ставропольское телевидение. Продолжаем выпуск. Время молитв и покаяния. У православных верующих начался самый строгий и продолжительный пост. На 7 недель христианам придется отказаться от мяса, яиц и молока. Но смысл, конечно, не только в этом. Джамиля Ибрагимова изучила православные традиции. В семье Фурсовых с сегодняшнего дня не едят мясо и молочные продукты. На ужин постный борщ и макароны. И так все 7 недель, пока будет идти самый строгий православный пост. Он у каждого верующего в почете. А уж в этой семье особенно. За 12 лет Кристина и ее муж еще ни разу не переставали поститься. Первые годы, конечно, было, когда мы только к Вере пришли с мужем, было немножко сложно. Но, тем не менее, уже привыкли. К посту в их семье всегда готовится основательная домохозяйка Кристина с лета закручивает банки с оленями. В пост как раз то, что нужно. Заготавливаем соленые помидорчики, огурчики, лечевод. Ограничения в питании не касаются детей, больных, беременных и кормящих женщин. Кристина сейчас кормящая мама. Но, говорит, все равно старается придерживаться поста. Ведь любое самоограничение в это время, пусть даже самое маленькое, это все равно что подвиг. Суть этого поста заключается в том, что мы должны, в принципе, бороться со своими страстями греховными. В память о нашем спасителе все время стараемся соблюдать, не нарушать наши православные традиции. Начало Великого поста не обошло никого. В столовых и кафе сегодня новое меню. Расширенное. К привычным мясным блюдам добавились новые. Картофельные драники, сельдерей с овощами, грибной супчик. Пальчики оближешь. Эти блюда на расхват. Кто сказал, что постно, значит невкусно. На гарнире у нас, к примеру, есть сельдерей с овощами, тушеная капуста, гречья, перловка, грибы тушеные. Достаточно строгий рацион питания. Мясо, молоко, яйца, рыба в эти дни под запретом. Отказаться придется, например, от простого хлеба и майонеза. Однако в наше время можно питаться вкусно во время даже самого продолжительного поста. Лучшая альтернатива мясу и молоку – это бобовые. Если вы поститесь, то включите в свой рацион блюда из фасоли, гороха и чечевицы. В них очень много белков. Второй номер в рейтинге – это знакомая всем гречка. Она не только полезная, но еще и очень вкусная. Далее по списку – это грибы и овощи. Ну и куда же без фруктов и ягод. Ну все, вооружившись таким набором продуктов, можно каждый день, даже самого длинного поста, питаться по-разному. Великий пост – самый длительный, самый строгий. Впрочем, священнослужители в один голос говорят – пост не только и не столько отказ от какой-то еды. Это время для раскаяния, молитв и раздумий. Цель православного поста – это прежде всего приобретение смирения. Так как пост – это упражнение. Упражняясь, мы должны наблюдать за собой. Не за соседом, а именно за собой. И находить в себе грехи. В любом случае, пост – дело добровольное. Однако люди в это время, даже если и не постятся, то все равно стараются меньше думать о плохом, делать маленькие, но добрые дела. Пост должен быть в душе у человека. Не хами, не груби, не злись, не сквернословь, не завидуй. Мне кажется, это гораздо важнее. Самый долгий и строгий пост завершится празднованием Пасхи. В этом году она придется на 28 апреля. Джамиля Ибрагимова, Сергей Трегубов, Ставропольское телевидение. Один из участников нападения на больницу в Буденовске, во время которого погибли 129 человек, предстанет перед судом. Об этом сообщает генпрокуратура страны. Этого участника банды Басаева спецслужбы задержали в Москве в конце прошлого года. Долгое время ему удавалось скрываться под чужой фамилией. Но, несмотря на это, он был найден и задержан. Мужчине предъявлено обвинение по статьям «бандитизм», «захват заложников», «террористический акт» и умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах». Уголовное дело будет рассматривать Северокавказский окружной военный суд. Участнику нападения на Буденовск грозит пожизненное заключение. И еще о происшествиях. Ранее в разных районах края пропали двое пенсионеров. 80 и 81 года. Это жители Апанасенковского и Либакумского районов. Их тела нашли с разницей в один день. По непонятным причинам они утонули. Спасателям о страшной находке сообщили очевидцы. Женщину достали из Терско-Кумского канала, а мужчину из реки Калаус. Причины ЧП выясняют специалисты. Другие происшествия в нашей оперативной сводке. Избежать наказания не удалось. Почти 200 нетрезвых водителей попались на глаза полицейским. На выходных они проводили рейд. Больше всего нарушителей выявили после женского праздника. 9 марта. Среди них не только мужчины. Так у автолюбительницы из Георгиевского городского округа степень опьянения была больше одной промилле. Все нарушители ответят по закону. Не уступил. В краевом центре водитель Приоры двигался по улице Голенева. В этот момент один из перекрестков переходила женщина с коляской. Водитель легковушки при повороте по непонятным причинам наехал на пешеходов. В итоге пострадал 6-месячный младелец. С травмами его доставили в больницу. Степень вины каждого участника ДТП определят эксперты. Получил по заслугам. Житель изобильнинского городского округа проведет в тюрьме 11 лет. Как сообщает Светком, он убил свою сожительницу на глазах ее брата. Все трое сидели за столом и выпивали. В какой-то момент осужденный обвинил женщину в измене и начал бить. Брат вступился за нее, но чуть не погиб сам. Неоднократно судимый сначала угрожал родственнику женщины ножом, а после зарезал несчастную. А наркоторговцы из Невиномыска серия на 10 лет. Еще в марте 2017 года один из преступников сделал 17 закладок с синтетическим наркотиком, а после его подельник продавал смертельный товар через интернет. У него дома полицейские нашли больше 100 граммов психотропного вещества. Довести дело до конца не удалось. Опасный бизнес вовремя прикрыли стражи порядка. Дальше в нашем эфире еще много интересного. И вот, например, почему вам стоит остаться с нами. По традиции с лопата еще разноцветный и даже в виде шашлыка. Это шашлык из блинов. Выглядит довольно интересно. Сейчас узнаем, какой он на вкус. Чем кроме блинов запомнится масленица по Ставропольску. И наших гандболистов не остановить. Кто на этот раз попался под горячую руку? Динамо Виктор. Идем далее. Теперь не заблудятся. Курортников, приехавших на КМВ, на всех главных достопримечательностях будут ждать специальные молодые люди. Волонтеры гостеприимства. Эту инициативу придумали у нас на Ставрополе. Что это и как будет работать? Алексей Форсиков расскажет. Какие затруднения вы испытываете во время отдыха на нашем курорте? Вы знаете, не могу даже сразу сказать. Наверное, ничего. Стразу сказать не могу, наверное, не испытываю. Над вопросами отдыхающим, конечно, еще стоит поработать, но идея видится полезной. Помогать тем, кто впервые на наших курортах. Куда пойти, что посмотреть. Как не заблудиться и где хорошо провести время. Иностранцам сориентироваться помогут студенты-лингвисты. Идея создания такого волонтерского движения принадлежит активистам Ставропольского отделения Российского союза молодежи. В других регионах таких помощников туристам пока нет. Они встречают туристов и отдыхающих на вокзалах, в аэропорту. И потом во всех местах туристского интереса, в прекрасных курортных парках. Готовы создавать ежедневную атмосферу позитива, гостеприимства. Оказывать помощь в элементарных вопросах. А начали волонтеры с того, что поздравили всех прекрасных дам, которые оказались 8 марта у входа в Пятигорский провал. Подарили всем по букету тюльпанов. В курортное волонтерство идет не только молодежь. Отдыхающим будут помогать и так называемые серебряные волонтеры. Люди старшего возраста, такие как Людмила Николаевна. Ее задача оказывать медицинскую помощь туристам. Я могу оказать медицинскую помощь первичную практически любому человеку. И просто пожелать хорошего настроения, просто выразить сострадание любому человеку, даже который ко мне не обращается. А просто если я вижу, что идет пожилой человек, ему нужна моя помощь. Я стараюсь по мере возможности ее оказать. Волонтеров гостеприимства уже можно найти в курортной зоне Пятигорска. Ближе к лету они будут работать по всем городам КМВ. И вот еще одна добрая волонтерская акция. Самая большая в России открытка поздравления с 8 марта. Мы тоже расписались. Всем добра. Алексей Форсиков, Владимир Ходорев, Ставропольское телевидение, Пятигорск. Спасибо, Алексей, за такой добрый посыл взаимно. А накануне на Ставрополье с огоньком проводили масленицу. В городских округах и районах края прошли массовые народные гуляния, концерты. Лазали по столбам, необычно сжигали чучело. А какие необычные блюда из блинов подавали к столам. Екатерина Сегеда тоже пробовала. Масленицы! Поздравления в последний день масленицы звучали со всех сторон. Тысячи людей от мала до велика получили заряд положительных эмоций, которого хватит, наверное, на год вперед. В этот день, как в давние времена, девушки и юноши были в народных костюмах, на головах цветочные венки и ленты, вокруг танцы и традиционные песни. Мастера и мастерицы народных промыслов приехали в Ставрополь со всего края. Каждый привез частичку своей души. А как иначе, ведь такая красота не может возникнуть без любви к своему делу. У нас только ручная работа и гончарные изделия, и хохлома. То есть Россия у нас тоже представлена. И вязание, и народные куклы обереговые, и украшения. Мы должны возрождать традиции, возрождать. Самая традиционная и зрелищная забава на масленицу – покорение столба. Своё мастерство показывали и взрослые, и дети. В качестве стимула – пакет с подарком на вершине. Анатолий добрался до него играючи. Секрет победы в том, что он уже несколько лет занимается тяжёлой атлетикой. Впервые в таком конкурсе участвуете? Второй раз. Первый раз тоже победили? Да. Что на этот раз? Миксер. Ну а главное лакомство масленицы – конечно, блины. В каждом уголке края организаторы праздника постарались удивить своих жителей. Например, в Невиномыске людей угощали цветными блинами. Яркие, горячие, вкусные. В этот день их раздали почти 15 тысяч. А вот самый главный сюрприз масленицы 2019 – это шашлык из блинов. Выглядит довольно интересно. Сейчас узнаем, какой он на вкус. Очень необычно и действительно вкусно. Блинный шашлык в Ставрополе приготовили впервые. Но и традициям изменять не стали. Блины на лопате разошлись буквально за несколько минут. Ребята, расскажите, как вам праздник? Вы такие весёлые. Праздник крутой, весёлый, так сказать, от души. По-русски, по традициям, как положено, с блинами. Очень хорошо, красиво. Сегодня и солнышко, погода позволила масленицу проводить. Очень хорошо, дай Боже всем. С масленицей всех, с воскресеньем прощённым. Ура! Позитивом в этот день зарядился и губернатор Ставрополя Владимир Владимиров. Вместе со своей семьёй он прогулялся по аллеям парка. А тем временем в эпицентре гуляний готовились к кульминации праздника – сожжению чучела зимы. Три, два, один, два. Не знаю. А в Железноводске в этом году решили не мелочиться. Вместо спичек использовали горелку воздушного шара. Больше 20 наряженных фигур вспыхнули за секунды. Прощание с зимой в крае прошло по всем канонам. Теперь точно на Ставрополе должна прийти настоящая весна. Нам сначала было её жалко. Как сказала дочка, нам жалко её. Но она обещала к нам вернуться на следующий год. Чтоб мы её ещё раз сожгли. Согласно поверью, сжигая чучела, люди избавлялись от всех невзгод, которые сопровождали их в прошлом. Хочется верить, что и сейчас это принесёт всем жителям Ставрополя только удачу. Екатерина Сегидан, Тонбаляков, Ставропольское телевидение. Ну а после масленичных гуляний жители Георгиевского округа отправились в баню, открытие которой они так долго ждали. О том, что местную парную закрывали, жители сообщили на прямую линию губернатора края. Настолько эта проблема была острой. Как решили вопрос, расскажет Олег Исаев. Обычно мы ходим в пятницу с утра, в 9 часов она открывается, идём, да, пока там всё чисто, вот, нагреваем её хорошо, там камни, всё, и паримся где-то до обеда. Кстати, Виктор Константинович вообще ведёт здоровый образ жизни и выглядит в свои годы очень бодро. В дворе под навесом вся банная утварь, шапки, рукавицы, веники. Последние режет дубовых рощах. С весны до осени на свежем воздухе держит пасеку и своих кусачих питомцев выгуливает не только в Ставропольских степях и лугах, но и в соседние республики выезжает. Как гром среди ясного неба прозвучало для компании любителей бани объявление о том, что её закрывают на 10 дней. Ну, ладно, закрывается, потерпим. 10 дней ждём, баня не открывается. Звоним в баню, спрашиваем там у работники ещё там числились, в чём дело. Да вот, не знаем, там проезжали что-то с газом. Подождите ещё. Ждём ещё, месяц ждём, опять не открывается. Безвыходных ситуаций, уверен, наш герой не бывает. Посовещавшись с друзьями, решили ездить в соседние минводы. Однако, очень уж накладно получалось. Во-первых, дорога на маршрутке, да и цена за удовольствие попариться в минводской бане выше привычной. Идея решить проблему пришла случайно. Слушал радио, как раз вот передавали, что можно позвонить на прямую линию губернаторов. И не прогадал, даже и не ожидал, что проблема решится настолько скоро. Через неделю примерно встречаю ребят, с которыми парни все говорят, слушай, банюшу открыли, давай, собирайся. Да, действительно, по техническим причинам баня была у нас закрыта. Менялось там газовое оборудование, менялись счётчики, разрабатывался проект. В настоящий момент, перед Новым годом, баня была запущена. И сейчас она работает в штатном режиме. Четыре дня в неделю. Городская баня в Георгиевске – здание пожилое, построенное в 1955 году. Как рассказал местный банщик, популярностью пользуются не только у пенсионеров, но и молодёжь сюда захаживает. Кроме технического ремонта, здесь провели и небольшой косметический. А любители парной приглашают приобщиться к бане всех желающих. Спасибо, конечно, губернатору за его заботу о людях, ну и о нас, в частности, да, любителей попариться. И приглашаем его приехать в гости к нам, посмотреть, попариться, посмотреть, что у нас там, какая баня. Олег Исаев, Антон Красов, Ставропольское телевидение. Теперь о спорте. Динамо Виктор продолжает поход за медалями в чемпионате России по гонболу. Серия из нескольких неудачных игр в конце 2018 года привела к тому, что викторианцы опустились на непривычное для себя седьмое место. Но, как говорят, оттолкнувшись от дна, началось восхождение. Очередным соперником на пути стали челябинские «Динамовцы». Удалось ли «Динамо Виктор» держать пятую подряд победу и подняться наверх в таблице, знает Сергей Надей. Челябинская «Динамо», судя по местам, занимаемым соперниками в турнирной таблице, викторианцам можно было закидать шапками. А вот если судить по последним трем результатам гостей, шапки нужно было приберечь. Визитеры всего три мяча уступили чемпионам страны чеховским «Медведям», потом на два гола отстали от саратовского с ГАО, а три дня назад и вовсе вырвали ничью в Краснодаре. Но в Буденовске у Челябинска что-то пошло не так. К середине первого тайма на табло горели 9-2, к сирене на перерыв 16-6. Немножко мы переоценили свои силы после Краснодара. Много было выпущено эмоций, и не смогли достучаться до ребят. То есть наша фирменная защита сегодня не сработала. У тренера же Ставропольцев в перерыве стояла другая задача – максимально мотивировать своих подопечных на вторую половину встречи. После плюс 10-ти перерыва были мысли, что все уже, в общем-то, игра сделана? Ну, мысли, конечно, не всегда такие есть, даже когда плюс 3 мяча. Но, опять же, в раздевалке тренера донесли, что по нулям сыграть нужно свое, не переходить на индивидуальные какие-то действия, а сыграть исключительно свое. Разговор в раздевалке сработал. Конечно, заставить себя сыграть на максимуме, ввезя сопернику больше 10 мячей, проблематично. Но это Ставропольцам почти удалось. Причем на этот раз не испортили обедни дублеры, которые стали появляться на площадке еще в первой половине. Так Радамир Врачевич, например, сыграл больше 20 минут и забил 3 гола. И когда казалось, что к концу встречи разница может достичь 20 мячей, что-то в механизме Кленова забарахлило. Но разве можно придираться, когда на табло горят итоговые 29-13? Оказывается, можно. Ну, наверное, на 4 балла, скажем так, по 5-бальной системе. Задачи, которые были на игру поставлены, ну, частично выполнили. Опять подвела концовка. Задача была дисциплинированно провести весь тайм. Частично выполнили, но не до конца. Все равно есть моменты, где проваливались. Благодаря крупной победе ставропольцы поднялись на четвертую строчку в турнирной таблице, что дает преимущество своей площадке в плей-офф. Но об этом игрокам думать пока рано. Впереди еще 4 игры предварительного раунда. И нужно укреплять позиции. Начинать надо с матча со Снежинской Сунгулью 20 марта. Сергей Надеян, Антон Красов, Ставропольское телевидение. Сейчас информация для садоводов. С приходом весны активизируются любители вырастить что-нибудь своими руками. Многие овощные и цветочные культуры выращивают с помощью рассады на подоконниках, что позволяет получить более ранний урожай. Но создать идеальные условия очень сложно. Нехватка солнечного света, несвоевременный полив, грунт и семена могут изначально содержать патогенные микроорганизмы. Эти и другие причины нередко приводят к гибели молодого растения. О том, как вырастить здоровую рассаду, расскажем в нашем сюжете. Защитить молодое, еще не окрепшее растение от болезней можно споробактерином. Он обеззараживает почву при поливе, обеспечивает двойную защиту от любых болезней растений. Биологический фунгицид споробактерин состоит из гриба триходерма, и сенной палочки выделены из сеного отвара. Обработка препаратом создает естественный барьер для развития различных видов возбудителей болезней. Триходерма подавляет развитие фитопатогенных грибов путем прямого паразитирования, а сенная палочка выделяя в почву большое количество антибиотиков и других биологически активных веществ. При этом специалисты заметили, что наибольшее количество антибиотиков споры с сенной палочки выделяют в момент прорастания. Следовательно, чем больше в почве с сенной палочки, тем выше защитный эффект. Рекомендуют использовать препарат на начальном этапе подготовки рассады. Семена нужно замочить в растворе препарата на пару часов, чтобы защитить будущую рассаду от мучнистой росы, фитофтороза, корневых гнилей. А чтобы растение получило необходимый для роста иммунитет, нужно рабочим раствором споробактерина обработать грунт, так обеззаразить его и заселить почву полезной микрофлорой. Но это не значит, что рассаду надо заливать раствором споробактерина. Достаточно развести его по инструкции и опрыскать грунт. Раствор концентрируется в корневой зоне и создает естественный барьер для различных болезней. 20-граммового пакетика хватит, чтобы обработать до 400 растений или площадь в 200 квадратных метров. Препарат абсолютно безопасен для человека и полезен для всех овощных и цветочных культур. Инга Песковацкая, Ставропольское телевидение. Такие новости к этому часу больше на нашем сайте stv24.tv. До встречи в эфирах. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»